Книга «Открытым оком», том 1, тема «Внутренний мир человека», вопрос 220. И в наше время есть дикари, которые убивают миссионеров, пришедших к ним, а потом сжирают их. Невольно возникает вопрос, есть ли душа у этих каннибалов, или, может быть, они относятся к разряду животных, которым не нужно покаяние? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Журнал «Вокруг света», он у меня есть с фотографиями, описывает именно такой случай с католическими миссионерами. В последней радиограмме их руководитель, один из четырех человек, сообщил, кавычки открыты, «скоро стрелы будут летать», кавычки закрыты. С трудом с вертолетов их нашли в джунглях Амазонки, убитыми, с проломленными черепами. Племя, среди которого были миссионеры, ушло вглубь лесов. Приблизительно причина убийства следующая. У этих абрикенов дети почитаются как главное достояние их, и на них нельзя ни кричать, ни наказывать. Можно представить, как ведут себя эти дети, точно так же, как дети наших олигархов и советские школьники. Захватив такого «местно чтимого идола» в своей лодке за кражей, миссионер отрепал его за ухо, и этим вынес приговоры всем четверым. Последнее событие в Афганистане – казнь миссионеров из благотворительной христианской организации, среди которых были и женщины. Это герои веры, Христовы мученики. Слышу, как мне православные возражают, цитата, «но они же не наши веры», отвечаю, кавычки открыты, «могу ли дома я молиться за закрытыми дверями так, как хочу, вдали от вашей святости», кавычки закрыты. Мое сознание всех их канонизирует, этим я сказал все. Они все признавали Христа как Спасителя, молились Святой Троице, верили в загробную жизнь и вечное мучение. Что касается каннибализма, то это явление известно было за тысячи лет до Христа. Премудрость Соломона, 12.5, цитата, «безжалостными убийцами детей и на жертвенных пирах, пожиравшими внутренности человеческой плоти, и крови в тайных собраниях». У всех людей, пришедших от Адама и Евы, есть бессмертная душа, и каждый из них, если он не похулил духа Святаго, может раскаяться, даже Иуда, Гитлер, Чикатило.